Какие я бы отметил проблемы в первую очередь? Это для Саратовской области, конкретно, это пересмотр итогов приватизации и использования государственного имущества. В настоящее время прокуратура Саратовской области проводится работа по проверке приватизации и использовании государственного имущества. Эти проверки производятся избирательно, организуются обращения государственных органов и общественников, подаются иски об изъятии земельных участков, зданий и другого по сделкам, начиная с 30-летней давности. Это не просто вчера сделали, а все начиная от печки, от царя Гороха. Суды Саратовской области четко встают на сторону прокуратуры. Также поданы иски, конкретно по порту, на расторжение договоров аренды гидротехнических сооружений, причалов, находящихся в пользовании, и договоры купли-продажи причалов в пристани Ахмат. Суд первой инстанции постановил расторгнутый договор аренды по пристани Хвалынск. Это был первый суд, а их всего там пять. Перспектива получить такие же вердикты по остальным сооружениям в первой апелляционных инстанциях практически 100%. Довод о том, что при расторжении и заключении новых договоров мы следовали указаниям Росимущества, не принимается. То есть даже для примера, эти договоры в одном из пунктов звучат гидротехнические сооружения, именуются помещениями. То есть мы говорили, ну помещение, давайте изменим все-таки, это же гидротехнические, нет, нельзя, вот как есть. Значит, последствия проигрыша в суде одно, это невозможность выкупа этого имущества без аукциона. Преимущественно право аренды за нами сохранится в любом случае в силу статьи 53 Кодекса внутреннего водного транспорта. То есть в том, что эти стенки у нас изымут окончательно, мы не беспокоимся. А вот то, что касается преимущественного права выкупа, здесь есть вопросы. Кроме того, территориальным управлением Росимущества необоснованно прекратило право бессрочного пользования земельным участком на набережной космонавтов. Это вот здесь, вот прямо на выходе из гостиницы, вот этот земельный участок, внизу, то есть стенки. По моему мнению, решение о выкупе гидротехнических сооружений после 60 с лишним лет эксплуатации несет для предприятия большие финансовые риски, связанные с возможным капитальным ремонтом. Причальные стенки, находясь в казне Российской Федерации в течение 30 лет, естественно, не амортизировались, никакие накопления по ним не проводились. Поэтому финансовые ресурсы не саккумулированы. Здесь, по моему мнению, желательно или предусмотреть выкуп, возможно, в рассрочку на какое-то время, или в связи с новыми реалиями, может быть, пока приватизацию приостановить. Кроме того, хотелось бы отметить еще один факт, заслуживающий внимания. Это результаты налоговой проверки, проведенные Межрайонной инспекцией номер 18 по Саратовской области в отношении АОПОРТ по исчислению и уплаты НДПИ за июнь 2021 года. По результатам этой проверки составлены акты, вынесены решения, согласно которым АОПОРТ предписано начислить НДПИ, начислить пение, штрафы за несовременную плату налогу в полном размере. По мнению налогового органа, ПОРТ допустил нарушение налогового законодательства, не включив в налогооблагаемую базу по НДПИ расходы по транспортировке добытого песка до места складирования. Позиция ФНС заключается в том, что расходы по транспортировке добытого песка к месту его складирования, причем они там еще и написали, что какие-то операции промывания и сушка песка, которые якобы проводятся после выгрузки, должны включаться в налогооблагаемую базу по исчислению и уплаты НДПИ, в связи с тем, что это окончание процесса добычи. Вот такое у них мнение. Мы возражения написали, они его отклонили, на сегодняшний день мы подали в суд, будем судиться. И самое главное, что эти позиции самого налогового органа, она не основана на законе, и самое главное, что уже и 10 лет назад, и до этого суды были, и мы сами судились, и Рязань судилась, то есть были уже такие процессы, где предприятия наши, причем с учетом того, что нам помогала и ассоциация, то есть они были выиграны, и мы потом, да, в дальнейшем действовали в соответствии с решениями этих судов. То теперь это хотят пересмотреть. Значит, соответственно, ну по нашей информации, я не могу сказать, что это стопроцентное утверждение, но эта проверка в отношении Портова проводится по указанию руководства Межрегиональной инспекции ФНС России по Приволжскому федеральному округу. Ну и здесь, конечно, вопрос такой интересный, что если мы, конечно, все эти суды проиграем, то это может распространиться на все предприятия, не только в Волге, но и вообще-то и в России. То есть как бы вопрос очень серьезный, мы к этому готовимся, в принципе, ну, считаем, что у нас позиция нормальная, но это явно будет доказано опять, как и 10 лет назад, уже в Верховном суде. Да, так и нужно действовать. Да, а потому что Казань, конечно, может принять решение, но у меня есть в этом сомнения, потому что мы все в одном округе находимся, а вот уже Верховный суд, наверное, это решит. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Значит, еще хотелось бы отметить, что касается акциза на топливо в соответствии с 81-й статьей Налогового кодекса. Ну, фактически нам пользоваться этой статьей не дают. Значит, мы один раз ей воспользовались, в принципе, нам понравилось, но на следующий год нефтяные компании это все поняли, и теперь топливо, с которым можно получить акцизы от средней дистилляты, сейчас ровно на этот акциз выше, чем топливо, которое акцизное. Вещь абсолютно замечательная, поэтому вообще-то, как бы, самый лучший вариант сказать, что или эту надо прекратить практику, чтобы не дискредитировать государство вообще, ну или, по крайней мере, может быть, так сказать, давайте акциз вернемся с любого топлива, которое используется на флоте. Ну, по поводу, вот, Александр Михайлович, вы сказали, по поводу металла, да, и там, металлургов, ну, они, конечно, молодцы, то есть они в связи с тем, что конъюнктура рынка была хорошая, подняли до четырех раз стоимость металла, им было весело, они веселились, все хорошо, деньги скачивали в офшоры там или куда-то, это неважно. Вопрос в том, что когда им закрыли внешние рынки, они стали просить, что? Что? Государство нам помогает, а до этого что они сделали? То есть в прошлый год у нас практически судоремонтные, все планы судоремонтные были порушены, то есть я не отремонтировал ни одного корпуса, потому что я не мог покупать по 120, по 160 рублей за тонну металла. Сейчас они пришли вроде как бы, ну, условно к удобоваримым, то есть где-то по 54-60 тысяч, хотя сами они продают в Китай на сегодня, уже на границе с Китаем, цена 300-350 долларов, то есть если это перевести на внутренние цены, это где-то 30-35 тысяч всего. И считают, что это хорошо и довольные, да? Вот какой путь здесь, ты видишь, что это делается? Путь очень простой, должен работать четко антимонопольный орган, и всю сверхприбыль он должен у них срезать, просто отбирать всю, вот сколько лишнего собрал, столько изъять. Потому что все системы, что касается у нефтяников, что касается у металлургов и других монополистов, они что делают? Хорошо, цена, значит, на внешнем рынке растет, они говорят, на внутреннем почему растет? Ну, потому что же на внешнем растет, мы же должны как-то это, ну, соответствовать. А когда падает, у нас все равно растет, а почему? Ну, у нас вот рентабельность падает и так далее, мы тоже должны как-то выживать и так далее. То есть внутренний рынок у них идет как дойная корова. Все очень просто, причем это же делается элементарно, то есть если бы фаз работал как положено, то она бы не позволила вообще просто даже, то есть у них вот, программа все есть, все верха, допустим, прошлого года были срезаны. То есть металл с 47 поднялся до 160, то есть, причем, согласен, где издержки, да? Газ для них не увеличился, нет, зарплату они не увеличили, нет. Ну, внутренние, ну, инфляция есть, понятно, 10-15%, даже согласен, 20 пусть. Но сразу 3-4 раза, куда? Вот это и должно было сразу антимонопольной службой увидеть. Вы как бы сказали о том, что нам государство предлагает льготные кредиты, у нас включили системообразующие, все замечательно. Значит, кроме одного, значит, банки при согласовании кредита, у них есть пункт, который не перешагивается никак. Это личная гарантия бенефициара за кредит. Вот у нас есть бенефициар, это Евстафьев, это, если помните, коробка из-под ксеркса и так далее, да? Значит, он через свою структуру владеет 36% акций. То есть он повлиять на порт не может никак, то есть он не участвует ни в управлении, нигде и так далее, да? То есть я к нему как приду, скажу, ему этот кредит надо брать, личную гарантию, да, и он что мне скажет, да? Плюс, опять же, личность токсичная. Нам недавно отказали вообще в сотрудничестве лизинговой компании, потому что он в каких-то там списках где-то фигурирует. То есть вот такие интересные вещи они происходят. Спасибо. 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 Спасибо.